привет сегодня покатаемся на немецком аквантиве в необычной раскраски прокатимся я хотел с нефтеналивным 27 километров в принципе не так много с нефтеналивным какой-то богованный сценарий оказался мне при я стоял там он где-то на минут 20 у меня светофор не открывался поезда идут 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 я за это время мог сто раз проехать на стрелки не переводились в общем какой-то косячный сценарий ну так вот народ у нас талантливый умелый здесь как бы отечественного писи то нету подвижного состава ну как говорится голь на выдумке хитра и вот ребят заморочились вот так вот локомотив немецкий он даже на русский на по-русски написал бр бр 185 ржд пида да 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 и такое бывает ночью интересно прикольно вроде как и свое хоть и не свое ржд так поехали не будем тянуть время все ужас уже просто умотался пытаясь записать хоть один нормальный сценарий надеюсь этот мы проедем по-человечески так куда куда ты покатился назад так впереди у нас 60 километров на этому сейчас мы пролети должны быстро потому что там помимо того что у меня он богованный был так еще молдал мало этого там подъема были адские просто здесь в принципе то вроде составу не так уж и мало вагонов но видимо здесь полегче там цисцерны были а здесь у нас контейнерные перевозки как говорил почтальон печки не на забавно смотрится конечно вроде бы и наша ну молодец так не будет предлагать я в предыдущем видео пришлось мне нарушать скоростной режим потому что я там не поднялся и себя не разогнался вот здесь пока что не будем здесь принципе вроде бы нормально потому что видимо где-то левее идет путь насколько я понимаю более такой тяжелый давай открывай 60 ну конечно хорошо отличная все равно там дальше 40 там дальше так 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 не гони я же отключил включи да забавно конечно смотрится необычно то что в трансимворде это конечно у меня сначала были иллюзии что ну вдруг вдруг ну вдруг как говорится надежда умирает последней ну как бы она и издала последний писк это надежда я видел там кто-то делает пытается делать но это в основном иностранцы вот наши вряд ли потому что в одиночку это сложно сделать да локомотив ты может и сделаешь может быть как-то запихнешь но помимо локомотива то колею надо делать по нему ты же не будешь ставить на немецкую колею или на европейскую скажем так или американскую русскую локомотиву как колеса лежат а там колеса либо будут выступать либо за выходить за рельсы можно разгоняться потихонечку наверное а у нас подъем пошел тут так 130 хорошо ну в принципе я знаю что они в германии там летают грузовики или за сотни летают это у нас тут как бы лимит скорости 8 не более 80 км в час на грузовом а там вот такого лимита нет так так я вроде вижу подъемы мне кажется казаться казаться мне просто казалось что линия по-моему где-то там должно было идти точно не знаю здесь ответвление много там просто жесть У нас есть такая возможность, надо разогнаться, надо быстрее пройти 25 минут 24 километра, но мы пролетим быстро Ой, 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 боксовать начал Так, соточка Хорошо идем Да, где-то видно, что грузовик летел со скоростью 160 километров в час Это же следующее ограничение скорости у нас 160 И то вот он только работает только на одной машине, как данная раскраска Сколько я другие не отрывал кабель Там ни фига нет, там только стандартный Дефолтная Да, ау Так, немножко подтормозим То есть сбросим Я не хочу больше считать эти колонны Ну, красиво маршрут, конечно, красиво Локомотив раскраска интересная Как будто вроде как свое Что-то родное Я помню, что вроде бы еще у него там раскраска была на Таурусе Тоже РЖД Ну, там вообще необычно смотрится Если здесь как-то, ну, что-то как-то, блин, более привычно Там уже 20, такой, да, ну, я не говорю, что он похож Нет, но, блин, хотя бы чуть-чуть Так, подъемчик пошел Еще такой подъемчик Семерочка Что-то я прозевал этот момент Так, а, наверное, я здесь и Только скорость была у меня меньше Гораздо, где-то километров 70 Да, да, да Да, точно Сейчас где-то один Или параллельно я шел Уже не помню Фризит, фризит, может поделать Чем богатый, тем и радый Фризит, удобненький, не справляется Потом я похудел Ах, лоханулся Купить за 12 тысяч Фризит Рязан Пятую 2400 С такой низкой частотой Под оперативку Максимально Это 2900 с чем-то А больше уже не разгонишь Больше он в синяк будет выходить Так что, да Ну, покупалась почему? Покупалась просто только Из-за того, что у него стройка есть Может бояться Мало, ну что Видеокарточки только нет хорошие А то, что встать за тысячу Она вроде как работает Справляются, конечно Она тоже ездит в одиночку Хреново Когда баланс есть Когда баланс 1-4 Ну, нет Другой уход Да, в принципе, нормально Я думаю, превышала скорость Вроде повышала 1 на 9 Сбросим, наверное, немножечко Нормал Он сейчас сам будет помазать 1-4 2-3 2-2 120 Да Ну, в принципе, тут мы хорошо Нормально скорость На скорости зашли наверх Может быть, я и здесь стоял Ай-ай-ай-ай-ай Хорош Может быть, я здесь уже не помню Там тоже подъем был такой Большой Так Ограничение, что 2-20 Следующий-то 50 Она почти уже доедет Нормально Хорошо, идем Не спеши Нормально Не, ну прикольно Нравится Пусть не свое Пусть чужое Но хоть Раскраска наша будет Ух ты Ё-ка, у меня Это клон Ешьте 20 Нехе Такой клон-то здесь Да Ну, что теперь поделаешь Превысить Перевысить На 2-4 литра Не будет тормозить На 3-4 литра На 3-4 литра Тормозит Да Одна из 6000 Долуха Сильная Да Так Пусть там Тормоза Ну, пускай МПР-185 На русском Наверное, да На Спровершение Ну Хоть что-то Отдаленно Напоминающий наш Хотя бы По расцветке Вот И подъем Пошел Так 7-7-7 Давай 8 поставим Так 11 километров Почти приехал Ну, быстро Пролетел Быстро Это же Да Вообще Аж 160 Сейчас Ограничение Снято Ну, ну, ну Хороший Да Детейки забываем Я сейчас так разгонюсь Отдать 60 километров Час Это не 135 26 Давай Максималку Выжим Максималку Изновремя 42 64 96 3 8 9 10 1 52 153 Я уже За шкалу Пошел 154 155 155 Нужно Опустить Подключить Верно 157 158 159 О! Ну, он, наверное, и дальше пошел Разгонится Семь километров А тут все Нету Нашу Нету Да вот Он Пусть хоть Мотив Иностранный А еще Шкурка Наша 6 1 Отлично 5 8 Есть Не бросим Ну, эти 5 Иси Я думаю Тут больше Чем 5 Иси Потому что Мы сейчас Видим Крюк Какой-то Будем Делать 5 Ну, в принципе, у нас состав небольшой. Тот больше, который я хотел взять до этого. Но там проблемы оказались, что что-то баговое. Потому что я реально не мог проехать. Оставлял, стоял, 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 стоял. Я несколько видел так паузу. Ну, вставил на паузу. Обрезал, стоял, стоял, стоял на паузу. Ну, блин. И один поиск прошел, второй поиск, третий поиск. Час прошел, я стою, стоял. Я уже ругаться. Ну, иначе думаю, премию Дарвина надо было делать. Кто это делал, стена. Но я думаю, что там какой-то баг. На том маршруте. Ой, 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 что я сейчас. Будет такой жесткий трэш. Да, 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 да. Я знаю. Ой, все будет больно. Заболтался. Я экстренный, что ли, рубанул? Да, походу, что экстренный. Ну, это реально, блин, ничего себе влетел. Так, ладно, ну, давай, поедешь. Так, четыре, три, два, один, ноль. Все, по идее, должны поехать. Они едем. А, едем, едем, едем. Все нормально. Да. Ну, у меня не бывает, чтобы все было хорошо. Обязательно где-нибудь накосячу. Да. Засмотрелся. Ну, вот опять же, вот этот локомотив работает, фокусно, на одном маршруте. Если брать другие, вот с этим же БРС-185-м, то... Как бы локомотив есть, а выборским их нет. Выбора. При этом мне пришлось всю коллекцию себе это скачивать, чтобы посмотреть, где он работает, где нет. Так, ну что, отмучились. Ух, где вы третий или четвертый раз пытаются записать видео, и то, ну, хотел с ЦСР накатиться, но нет, не судьба. Сначала подъем жесткий был. Я соблюдал там ограничения все, но по факту у меня... Я не смог разогнаться, не смог въехать в гору, а там 1,7 подъем был, 1,7 тысячных, все. Я нажимаю, а он все равно катится назад, даже с побуксовкой. Потом вроде преодолел, а в итоге встал на светофоре. Ну вот, хотя бы этот нормально пройтен будет. Ну как нормально. Пролетел там на стрелках за сотни блин. Продолжение следует... То, что я там поснимал, шорты. И вот, что там вообще, 5,20. Ну, самое обидное тут дело, даже не в этом то, что я сейчас говорю, а обидно то, что я как раз обшел обратно, а за забором Машка шла трехсекционка. Блин. Да. Пока что услышишь вот это. Мур вылечит. Боже, смотрю, едет. Только редко там влечит, конечно. Они мотаются там в люберцах. Ну, не так часто. Видите, ты уже приевшийся, все эти ивы, блин. Эдем. Эдемчики ведь. Не, ну, будут, конечно, видосы и в шорте. Будут какие-то интересные, мы это постараемся. Я уже присматриваюсь в топорад на будущее. Вот, чтобы какой-то интересный контент снимать, чтобы немножко разнообразие было, не только по симулятору. Так, ну, вот, я как бы тормозиться-то. Мне еще тошнит, тошнит там, ну, все, все, митр. Быть бы немного, вот с таким тестером я ехал, но не смог я их затащить. Что это такое? А я думаю, что это сильно-то. Чуть-чуть сканшотиков поделать. А быстро, то мы быстро покидаем. Так, ну, не проехать красный, то закончится. Как-то состав-то тяжелый, там, разве там хорошо. О, тютерка в тютерку. Ну, вот такой вот прохватик был. В РЖДшной шкурке БР-185. Вроде как и наша. Да, все, всем спасибо за просмотр, удачи, здоровья, позитивы, денег побольше. Если кому-то что-то нужно, заходим на бусте. Проезд 10 рублей. Месячный абонемент. Так что смотрите сами, если вам это нужно, конечно. Коллекция собрана вся. Все под шапкой канала находится. Никаких ссылок я тут оставлять не буду, я уже получил. Больше не хочу получать. Все, всем спасибо. Всем здоровья крепкого, всем пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok